МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программы Калейдоскоп. В это холодное и порой неприветливое время года так хочется чего-то радостного и теплого. Мы очень надеемся, что наш сегодняшний выпуск согреет вас и поднимет вам настроение. Все времена года прекрасны по-своему. Вот, например, осень – это золотой листопад и долгие вечера, которые можно провести с интересной книгой и чашкой горячего чая. А еще осень – это совершенно особенные праздники – осенины. Правда, сегодня мало кто о них знает. Но в Рязанском Кремле самым маленьким посетителям с удовольствием рассказывают о том, как же наши предки встречали осень. Осенины. Что означает это немного странное слово, знают далеко не все взрослые. Зато дети, пришедшие в Рязанский Кремль на интерактивную программу под таким названием, наверняка запомнят, что осенины – это древний праздник прощания с летом и встречи осени на Руси. Осенины праздновали сегодня вообще три раза – 14, 21, 27 сентября. Включают в себя три праздника – это Семенов день, День Рождества Богородицы и праздник Воздвижения. Ну и об этом пойдет, в общем, наш сегодняшний рассказ. Девушки в красочных нарядах будто бы сошлись со страниц русских народных сказок, а помещение, в котором проходила интерактивная программа, больше напоминало избу, чем музейный зал. Так что ребята, попав в эту удивительную атмосферу, с удовольствием слушали, как же наши предки встречали Матушку Осень. Начало осени считалось 14 сентября – Семенов день, в этот день празднования, или День Семена Столпунка. В этот день женщины со всего села, шли на берега река, озер, и крова и осягнут, хлебнут, такие вот, Аленушек покажи нашим ребятам, встречали Матушку Осень. Рассказ об основных древних осенних праздниках и приметах, связанных с ними, перемежался с загадками и веселыми конкурсами. Из них ребята узнавали о древних гаданиях, а также о том, как нужно жать рожь и пшеницу, как и в чем рубили капусту, и с помощью чего делали муку. Для современных детей все это в диковинку. Ну, раз уж мы заговорили о праздниках, я думаю, стоит упомянуть 1 октября. Ведь именно в этот день отмечается сразу несколько знаменательных дат. Про День пожилого человека, пожалуй, слышал каждый, а вот одни вегетарианства знают лишь избранные. Вегетарианство в своем современном виде зародилось в Англии, где в 1847 году было основано первое вегетарианское общество. В самой Англии вегетарианство получило распространение под влиянием буддизма, с которым английские колонизаторы познакомились в Индии. Англия и сейчас является страной, где больше всего сторонников вегетарианской диеты. 6% населения этой страны не употребляют мясо. Основой вегетарианства являются этические принципы. Отказ от животной пищи мотивируется тем, что она является источником страдания для живых существ и продуктом убийства. В России самым знаменитым пропагандистом вегетарианства был, как известно, Лев Толстой, а первое вегетарианское общество было создано уже более 100 лет назад, в 1901 году. Сегодня и в нашем городе становится все больше приверженцев вегетарианства. И даже появляются специализированные кафе. Кстати, в одном из них 1 октября прошла неформальная встреча всех тех, кто присоединился к этой системе питания. Есть очень много людей в городе, которые приходят к нам, и они думают, что они единственные вегетарианцы во всем городе на протяжении 5 лет. И они очень удивляются, что есть еще какие-то другие люди. И мне кажется, классно им как-то между собой пообщаться. Здесь собрались приверженцы различных видов вегетарианства. И именно они просветили нас, что в этой системе питания не все так просто. Есть целая шкала постепенного отказа, так скажем, от вредных продуктов. И на определенных этапах, на рубежах есть названия разных вегетарианцев. Это лактовегетарианцы, ововегетарианцы. Потом идут веганы строгие, которые отказываются полностью от животной пищи. Но это не предел, потому что есть еще следующая ступень. Это люди, которые не употребляют термообработанную пищу, сыроеды. Среди них тоже есть куча делений. И фруктурианцы, например, они не употребляют высокобелковую пищу. Казалось бы, отказ от мяса куда не шло, но полностью от животной пищи. Это уж слишком тяжело. Однако, как оказалось, это по силам 14-летней Аси, которая является веганом вот уже на протяжении полугода. Срок, конечно, невелик, но она утверждает, что с этого пути сворачивать не собирается. Даже ее родителям пришлось с этим смириться. Мама у меня врач очень хорошая в нашем городе. И она сначала очень плохо к этому отнеслась, потому что у нас семья очень такая мясоедная. То есть очень часто готовим мясо чуть ли не каждый день в разных видах. У нас очень повар, и вот он любит готовить мясо. И поэтому мы очень странно к этому отнеслись. Мама вообще сначала не понимала, как я буду жить без мяса. Хотела мне запретить это все, закрыть лавочку. Но потом так получилось, что она поняла, что мне так гораздо лучше. Она посмотрела на меня, на то, как на меня это действует. И смирилась как-то. И даже сейчас она немного рада тем, что у меня жизнь стала гораздо насыщеннее и лучше для меня. Ася утверждает, что она стала гораздо лучше себя чувствовать и физически, и морально. И все благодаря вот такому питанию. Утром я всегда ем фрукты, потому что моему организму так больше всего приемлемо. На обед это обычно какой-то гарнир, и возможно с бобовыми, или суп какой-то грибной, или чечевичный. А на ужин обычно это большой-большой салат с каким-то соусом, или опять же фрукты, ну что-то свежее. Благодаря своим взглядам на питание Ася научилась готовить, А ее новый образ жизни настолько увлек, что она даже написала гимн вегетарианству, который и исполнила 1 октября для всех своих единомышленников. Давайте, люди, всей планеты, Сбережем любовь, добро и свет мы. Давайте, люди, всего мира, Защитим, что нам природа подарила. Давайте, люди. Наш следующий сюжет посвящен открытию новой выставки. Рязанский художественный музей решил впервые познакомить своих посетителей с творчеством художника анимационного кино. Оказывается, мир мультипликации – это не всегда движущиеся нарисованные картинки на экране телевизора. Начинается все со статичного изображения задуманного анимационного фильма, а именно вот с таких эскизов. Эти работы принадлежат Леониду Пожидаеву, художнику-аниматору из Москвы. В среде мультипликаторов Леонид Геннадьевич хорошо известен. Свою работу в этой сфере он начал более четверти века назад, а интерес к анимации почувствовал и того раньше, еще будучи подростком. Вы знаете, есть такой Федор Савич Хитрук? Вот тот режиссер и художник, который придумал Винни Пуха. Я, когда был маленький, я случайно познакомился с этим человеком и показал ему свои рисунки. Я еще был маленьким пионером. И он сказал, ну что, давай-ка, попробуй, походи на Союзмультфильм, порисуй. Может быть, тебе это понравится, и ты в конце концов станешь настоящим художником анимации. Ну так прошли уже сколько? С тех пор. Сорок лет прошло с тех пор. Ну я стал, кем хотел. Сегодня за его спиной работы в известнейших анимационных студиях Москвы, таких как Союзмультфильм, Аргус, Классика. Работал он и ведущим, создавал эскизы для декораций детских передач. Сегодня он сотрудничает с журналом «Мурзилка», работает в книжной иллюстрации, станковой живописи, является руководителем мастерской художника-аниматора и компьютерной графики Всероссийского государственного университета кинематографии. Именно в связи с особенностями своей профессии он и оказался этим летом в Рязани. Начнем с того, что когда я летом сюда приехал в ваш университет председателем государственной комиссии на диплом, то так получилось, что меня позвали в ваш музей открыть персональную выставку. Это показалось очень интересно. И я, как художник кино, мне показалось интересно показать работы, связанные с производством фильмов. И мне кажется, это может быть интересно рязанцам увидеть анимацию за кадром. Анимация за кадром – именно так назвал выставку своих работ московский художник. Здесь рязанцы могут увидеть около полусотни авторских эскизов к фильмам «Волшебная лампа Аладдина», «Мальчишки Бальчиш», «Сказка о войне и карандаше» и другим мультфильмам, созданным за последние четверть века Леонидом Пожидаевым. Какие-то из этих эскизов были экранизированы, другие же так и не дошли до зрителя. По сути, здесь представлен рабочий материал, но, несмотря на это, все работы воспринимаются как законченное художественное произведение. Обилие деталей, живость, разноплановость образов и разнообразие сюжетов каждого представленного эскиза вовлекает зрителей в эту необычную экспозицию и не отпускает внимания до последней работы. Пожалуй, это как в мультфильме. Пока не досмотришь, не отвлечешься. Мир анимационного кино будет доступен рязанцам до 26 октября, так что поспешите посетить выставочные залы Рязанского художественного музея. А вот детишки с ограниченными возможностями, к сожалению, не всегда могут принять участие в таких мероприятиях. Однако социальные педагоги специальных реабилитационных центров делают все возможное, чтобы эти дети почувствовали себя максимально комфортно в окружающем мире. Ребенок – это всегда подарок и чудо для любой семьи. Даже тогда, а может быть особенно тогда, когда он немного не похож на других. Несмотря на всю любовь, иногда родители детей с ограниченными возможностями стараются спрятать своего ребенка от враждебного мира, не понимая, что этим они только усугубляют его состояние. Ведь на сегодняшний день в нашем городе работают реабилитационные центры, в которых таким детям помогают справиться с существующими проблемами и не чувствовать своих отличий от сверстников. Так что в первую очередь родители должны знать, какой бы ни был диагноз у их малыша – это не приговор. Восемьдесят где-то процентов родителей детей-инвалидов воспринимают это как по-русски. То есть, ну, вот значит, судьба такая. Значит, вот на роду так написано. Ничего подобного. Хочу обратиться и сказать всем родителям. Приходите в наш центр, и вы увидите, что это не судьба, и все меняется к лучшему, и меняется это в достаточно короткие определенные сроки. Геннадий Потапов не понаслышке знает то, о чем говорит. В Центре социальной реабилитации инвалидов, директором которого он является, каждый день логопеды, социальные педагоги, психологи работают над тем, чтобы здоровье и психоэмоциональное состояние их маленьких пациентов улучшалось. Этому способствует современное оборудование, в том числе и абсолютно уникальная сенсорная комната, а также комплексный подход к реабилитации. Необходимость именно такого подхода признают и в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья». Иногда могут прийти и сказать, что у моего ребенка есть задержка в речевом развитии, но специалисты прекрасно понимают, что одно без другого не бывает. То есть если есть задержка в речевом развитии, в любом случае необходимо еще подключать к работе психолога. А уже дальше, разбирая ситуацию, анализируя, что происходит с ребенком, как развивается ребенок, тогда и прописываются индивидуальные занятия под каждого ребенка в том числе. Здесь с детьми проводят занятия по адаптивной физической культуре на новейших тренажерах, музыкальную терапию, сказкотерапию. Особое внимание уделяется социально-бытовой адаптации. Стирать, гладить, развешивать белье и мыть посуду – всему этому ребята учатся в процессе игры. Особенно востребованы и действенны групповые занятия в мастерских. В гончарной малыши вместе с родителями под руководством педагога своими руками делают подделки из глины и раскрашивают их, а в швейной шьют костюмы и игрушки. Здесь дети учатся жить в социуме и даже просто общаться. У нас есть занятия с группой сверстников, где занятия для детей с ограниченными возможностями, проходят вместе со здоровыми сверстниками. В том числе, я вас уверяю, что, в принципе, работая в этом, дети не видят разницу. Мне кажется, иногда больше мы, наверное, создаем какие-то барьеры и, может быть, надуманные стены. Детям на раннем этапе очень легко общаться. Этот центр работает уже на протяжении пяти лет. Ни один десяток родителей сегодня обращаются со словами благодарности к его руководству и педагогам. Девушки такие молодые, такие они, я не знаю, как, вот умеют найти правильный подход, что ребенок контактирует, понимает и с ними занимается. Совсем не так, как вот со мной. И даже, может, и с родителями. Мне очень нравится, когда я настраиваю, что мы идем заниматься. Она с радостью бежит, и музыкальные занятия тут, и вообще тут столько всего. Я даже не представляла, что в наше время вот бесплатно все может быть такое. Самое главное, чтобы родители не отчаивались, не прятали своих детей от окружающего мира и знали, что из любой сложной ситуации грамотные специалисты помогут найти выход. Ну, а на этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами совсем скоро, ровно через неделю в калейдоскопе новых осенних событий. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова